По этому поводу. Ну что, значит, нужно немножко подождать, пока выйдут на лёд Мухортова-Траньков, потому что всё-таки это интрига, и она пока ещё сохраняется. Несмотря на то, что Юка и Александр, конечно, здорово откатали, несмотря на падение. А сейчас будут кататься Вера Базарова и Юрий Ларионов, отлично выступившие в финале юниорского гран-при. И сейчас претендующие на третье место. Они третьи как раз после короткой программы. Но отрыв, как я уже говорил, малюсенький. Приятно. Пара катается в лучших традициях советской школы парного катания. Такая классическая. Ну, какой выбор. Ой, подкрут хороший. Да, подкрут. Красивые длинные линии, широкие жесты. То есть у них есть определённость по стилю. Трайный клиповский выброс. Небольшая ошибочка. И вот важный элемент для них. Двойной аксель. Комбинация. Да, сложно будет им бороться за третье место. Наошибались. Двойной аксель. Но самое смешное, что даже если бы они заняли третье место, они бы не поехали на чемпионат Европы, потому что... По возрасту? Да, ей всего 14 лет, и она просто не имеет права выступать еще на взрослых соревнованиях. Зато как бы они самоутвердились. Ну и жалко, крайне резервный выброс. Обычно блестящий исполнитель. Но это волнение. Я отношусь все-таки это больше к волнению. Такая нервозная обстановка. Да, чем с техническим, да. Ошибка. Самое обидное, что по новой системе с каждым вот таким падением они все ниже и ниже и ниже. Это, конечно, жестоко. Я просто хочу ребят похвалить, потому что с ними очень легко работать. Они идут на контакт, стараются пробовать что-то новое все время. Даже то, что им неудобно и непривычно. Но это, наверное, важно, потому что без этого нет роста. Делали свою программу Вера и Юрий на музыку из такого сказочного фильма. Про дракона Эрагон, так называется. Совсем детская такая история. Как раз для униорского катания. Красивая эта, в принципе, программа. Но вот сегодня не получилось. Хочу отметить, что ребята хорошо тренировались здесь на чемпионате страны и показали, в общем-то, все элементы сложные, сложнейшие. На тренировках? Да, на тренировках. Поэтому это тоже важно, потому что судьи смотрят и оценивают эту перспективу и ту возможность, ту базу, которой обладает пара. Ну, это вообще уже известная пара. Финал Гран-при. Какое у них там было первое место? Чемпионат мира среди юниоров второе место. Да и у нас по юниорам они тоже на высоте. Я думаю, что они будут в этом году еще по юниорам выступать. Ну да. Попробовали сейчас, немножечко понервничали. Представляете, какой впрыск адреналина-то. Можно возвращаться обратно? Чтобы он помогло. Вот красивый элемент, смотрите. Заход классный. И сделано, конечно, прямо ах. Это ошибка. Попытно, что они все такие разные, эти подкрутки. Шпагат. Как их только не делают. И у каждого бывает прекрасно по-своему. У кого-то такой угол, у кого-то секорь, такой заход. Потрясающе. Кстати, двухшпагат подкрутка именно. Двушпагат считается одним из самых сложных элементов. Ну, достаточно, что никто не получает четвертый уровень никогда. Нет, ну, на двойной получаем. На тройной. На тройной? Потому что, значит, здесь. Максимум китайцы делают тройную на третий уровень. Интересно. Я думаю, что это, кстати, ребята сделали на третий уровень. Вот у них. А жалко, мы не можем посмотреть прямо сразу. Потому что здесь такой специальный компьютер, на котором ничего не видно. Ну, я вам могу сказать, это шаги перед подкруткой, да? Ловля партнерша без рук. И ее руки наверх, опять же. И ее руки наверх. То есть, или одна рука, или две. И еще шпагат должен быть. Да, шпагат. Ну, вот, нерадостный, конечно, для них оценка. 44 за набор элементов, 48 за компоненты. И всего лишь 91 балл. Они пятые и по произвольной, и в общей сложности они опустились тоже на пятое место. Хотя совсем недавно были третьими. Ну что, смотрите. Арина Ушакова и Сергей Карев себе обеспечили уже бронзовые медали. Да. Таким образом, они-то поедут на чемпионат Европы? Да, они должны, безусловно. Должны поедать. Ну и Любовь Илюшечкина на Дарьи Малесурадзе становится четвертыми, как минимум. И впереди выступление еще одной лучшей нашей пары Марии Мухортовой Максим Траньков.